Все началось с того, что я организовала площадку для своих собак. Там была парочка простых снарядов, которые не выдерживали никакой критики и делались буквально из подручных материалов. Потом эта идея трансформировалась в мою работу. И однажды я решила, что на моем участке будет моя площадка, для того чтобы я могла там спокойно работать. Каждый снаряд я тщательно продумываю, для того чтобы его можно было использовать в разных вариантах. И переставляя их между собой, делать разную полосу препятствий. Мне не хотелось, чтобы собаки через пару повторений заучивали и уже бездумно просто выполняли одинаковый алгоритм. Поэтому я иногда даже меняю местами снаряды, для того чтобы запутать собак и заставить их думать. Каждый снаряд проходит испытания моими собаками. Вот буквально каждый. Вы бы знали, сколько раз были неудачные попытки. И да, ну мои собаки ко всему готовы и готовы вместе со мной все испытывать. Я не выпускаю момент, чтобы лишний раз потренировать своих собак. Особенно если не остаются на тренировку в качестве статистов. Вот к нам приехала молодая активная девчонка. И Ремич будет мне помогать в ее воспитании. Она очень бурно реагирует на сородичей. И нам нужно эту проблему решить. На площадке я могу создать идеальные условия для того, чтобы отрабатывать все поэтапно. То есть сначала собака сидит и ничего не делает. Потом она передвигается. Потом она может даже побегать. В какой-то момент может даже полаять. Собака, поведение которое мы исправляем, получает дозированное количество раздражителя. Без перегруза. И это очень здорово помогает двигаться вперед. Безусловно, это не решает проблему с одной тренировки. Но собака получает возможность почувствовать себя по-другому. Получает возможность успокоиться и понять, что это возможно, чувствовать себя спокойно в присутствии другой собаки. А хозяин в спокойном режиме получает возможность попробовать разные приемы для того, чтобы справиться со своим неугомонным детенком. Поэтому все проходит достаточно спокойно, никто не нервничает. Если я вижу, что хозяин начинает волноваться, я в любой момент могу остановить тренировку и сказать что-нибудь вроде «выдохните, успокойтесь, все хорошо, все поэтапно». И как правило, это приносит желаемый результат и прогресс становится более явным. Кстати, как вы видите, я крайне редко беру в руки поводок. Потому что мне очень важно, чтобы хозяин прочувствовал все сам, научился управлять своей собакой сам. Мало толку от того, что я возьму поводок и собака пойдет. Со мной пойдет. Большинство собак со мной пойдет так, как нужно мне. Но толку от этого для хозяина. Он должен сам научиться управлять своей собакой для того, чтобы когда меня не будет рядом, ему было точно так же комфортно, как и в моем присутствии. Я считаю, что это очень важно. Именно поэтому я стараюсь всех затащить на площадку. Да, конечно, мне тоже удобнее, но и пользы от таких тренировок тоже в разы больше, чем от бестолкового шатания по улице в поисках какой-нибудь собаки, которая может быть будет проходить мимо. А если эта собака окажется еще и какой-то брехливой или неуправляемой совсем, а хозяин не справляется, то это может быть даже банально опасно. А еще на площадке я заставляю собак думать. Это самое важное в воспитании и дрессировке любой собаки. Мои книги по воспитанию собак вы можете найти на Лид Маркет или записаться на консультацию или тренировку.